Один набор для дочери Екатерины, второй для сына Дениса. Дети Людмилы Тарасенко в самоизоляции не скучают. Занимаются музыкой и спортом. К вынужденным ограничениям относятся с пониманием. Мы еще раньше даже ушли, потому что у нас дедушка еще на всякий случай, чтобы не заразить. Поэтому мы все-таки средства защиты. И дома я только выхожу, если я, и то в редких очень случаях в аптеку, в магазин. Пункт выдачи продуктовых наборов – еще одно обязательное для посещения места. Он работает в каждом образователем учреждении по заранее составленному графику. Безопасность превыше всего. Работа организована строго по инструкции. На кону здоровье родителей и педагогов. У нас даже перед пунктом выдачи уже сделана разметка, чтобы даже на улице люди не стояли близко друг к другу. Разметка сделана также в нашем помещении. Кроме того, очень много дезинфицирующих средств. Защитные маски, перчатки – все это на месте. Есть спиртовая обработка. Все это производится, как положено по инструкции. Продуктовый набор вместо завтрака льготные категории школьников питаются бесплатно. На время вынужденных каникул по поручению губернатора их обеспечили всем необходимым для приготовления вкусных и, главное, полезных утренних блюд. Несколько упаковок крупы. Например, рис, овсянка. Здесь также в наборе есть манная крупа и макароны. Несколько литров молока, сок, печенье, яблоки. Предполагается, что вот такого продуктового набора должно хватить на 10 дней. Никаких чипсов и газировок. В наборе только полезные продукты. Перечень был составлен по результатам опроса родителей. Это действительно нужное и, наверное, то, что используется непосредственно при приготовлении еды в школьном питании. Ну и был определенный опрос тоже среди родителей, наверное, среди детей о том, что бы хотелось включить. Безусловно, мы не включаем сюда какие-то продукты, которые не разрешены по Санпину, которые не могут использоваться в школьном питании. В Одинцовском округе таких наборов приготовили 24 тысячи. Только в седьмой гимназии в списках 508 человек. Выдача проходит в штатном режиме. Никаких очередей. В этом убедился глава муниципалитета Андрей Иванов. С инспекцией он побывал в нескольких школах города. Никаких очередей нет. Все проходит в спокойной обстановке. Здесь работают на выдаче наши педагоги добровольно. Я каждого спросил, потому что появилась информация в социальных сетях о том, что мы заставляем наших сотрудников заниматься выдачей данных продуктовых наборов в режиме самоизоляции. Эта выдача продуктов, вероятно, не последняя. Набор рассчитан на первые 10 дней режима самоизоляции, который позднее был продлен до 1 мая. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.